Всем привет, это Бостон. Сегодня мы разберем игру ТОП-4 по миру и сильнейшего Эймана в России от первого лица. Как он играет, какие у него настройки, что он делает для победы и так далее. Поехали! Прежде всего, хочется обратить внимание, что настройки графики у Ситяза выставлены минимальные, чтобы не загромождать эффектами поля боя и сфокусироваться чисто на игровом процессе. Возмездия в персонализированном интерфейсе немного увеличиваем и переставляем чуть ближе к остальным навыкам, чтобы не промахиваться по этой несомненно важной для любого лесника кнопке. И оповещения переставляем чуть выше вправо, чтобы они не мешались. Переходим к самой игре. В начале игры выставляем приоритет покупки кинжальчик на скорость атаки. Он поможет быстрее забирать и лес, и вражеских героев, так как львиная часть уронов Эймана особенно в начале игры с руки. Начинаем криппинг с синего бафа. Если нам помогает Ромер и нет инвейда в наш лес, вообще супер. Если же в наш лес пришли незваные гости, ну что ж, придется защищаться. Эймон в начале игры достаточно сильный, поэтому сможет разнести вражеских героев. Иногда я буду переключаться на другую игру Эймана, чтобы показать больше различных ситуаций. В нашей игре никакого инвейда нет, поэтому Эймон забирает синий и идет на речного крипа. Встаем около его спауна и забираем несколькими ударами. Затем по классике забираем одновременно голема и красный баф. Атакуем дальше зеленую точку и видим, что рядом с нами Кормила. Хорошо, что рядом ходит еще и Белерик, который сможет, если что, нам помочь. В самом начале покупаем ботинки на уменьшение магической защиты. Они и урон добавят, и увеличат скорость передвижения. В файтах мы действуем очень аккуратно и по максимуму используем камуфляж. При использовании автоатака скиллов у нас копится заряда пассивки. И чем их больше, тем выше будет урон с ульты. Выбираем самую уязвимую цель и выносим ее ультимейтом. Деремся 1 в 2, у Кормила мало хп, добиваем ее, остается только Леоморд и убиваем еще Леоморда. Риппл килл. Казалось бы, Леоморд как боец должен быть сильнее Эймона в начале игры. Но если не торопиться и использовать камуфляж по полной, то можно обыгрывать и бойцов в начале игры. Используем камуфляж, чтобы отхилиться. Проверяем, нет ли вражеской ящерки, ее нет, поэтому забираем монетку. Появляется черепаха, но она на другой стороне. По дороге забираем синий баф. Набиваем еще немного стаков на ящерки, проверяя между тем кусты. Увидели, что вражеская тима подтягивается к черепахе. И с 12-ю осколками идем туда. В принципе, ульту уже можно использовать. Немного снижаем хп кормилы и добиваем ее ультимейтом. Леоморд очень удачно вытаскивает нас из-под баданга. Добиваем мы его. И это уже счет 5-0 на третьей минуте матча. Естественно, забираем черепаху и идем крепить свой лес. С синим бафом и пассивкой хп восстанавливается очень быстро. И вот наш первый серьезный предмет. Пылающий жезл. А эмблемы берем мага с первым перком. Видим, что здесь Бруди в опасности. Не добиваем жучка. Подходим к нему и добиваем Мелису. Вот наш уже 6-й килл. Забавно, что всего наша команда сделала 7 киллов. А у нас 6 киллов и 1 ассист. Неплохо. Идем забирать еще одну монетку. И тут нас летает Леоморд. Забирает нашу монетку. Нападает на нашего Бруди. Хватит это терпеть. На самом деле, максимально странный врыв от Леоморда. По итогу он разменял монетку на свою жизнь. Тут, конечно, хорошо бы побить щиток на башне. Но сюда подошли Кармила и Нано. Поэтому активируем камуфляж и заходим в кусты. Ждем, пока сюда кто-то подойдет. Из засады атакуем вторым навыком. Затем первым. И добиваем ультимейтом с максимальными зарядами пассивки. Кармилу не спасает даже от мщения. Появился речной крип, синий баф. По дороге забираем пачку миньонов, потому что наш маг достаточно далеко. И все равно бы они пропали. А так, до пятой минуты, конечно, очень нежелательно забирать миньонов. Тут Бруди интересуется, кто такой Эймон и как он вообще так играет. Бруди, если ты это смотришь, да, Эймон человек. И вот как он это делает. Дочищаем лес, подходим на верхнюю линию и сразу же на карте замечаем, что у Баданга мало здоровья. Мы использовали первый навык, чтобы активировать камуфляж. И вторым навыком попадаем и замедляем Баданга, после чего добиваем его ультимейтом. В это же время Леоморд пытался убить Белерика. Тщетно. Покупаем палочку гения и получаем невероятный урон к пятой минуте. Теперь мы вообще без труда убиваем любого вражеского героя на карте. Можем ли мы тут проиграть? Безусловно. Видишь ли, практически все убийства на карте принадлежат Эймону. Достаточно нам совершить всего одну ошибку. Нас шатдаунит и вражеская команда получает очень много золота. Например, только что нас чуть не зашатдаунила Мелисса, еще немного и она бы получила тонну золота и опыта за нас. Mobile Legends устроена так, что в ней очень легко камбэкнуть. Достаточно всего лишь пару раз убить расфармленного персонажа и вот вы уже равны по голде. Поэтому сейчас начинается хардкорная стадия игры, когда любая наша смерть может привести к поражению. Случается ли такое, что у Тупеймона не получается сделать кучу убийств в начале игры? Конечно, бывает. В этом случае мы будем искать самые слабые и легкие цели на карте и фармиться на них. То есть, если в начале у нас не пошла игра и не получилось сделать много убийств, мы не обращаем внимания на самых сильных вражеских персонажей до лейта, а фармимся на слабых. Таким образом, мы к лейту сможем зашатдаунить сильных вражеских героев и одержать победу в матче. В нашей же игре мы забрали синий баф, видим, что на центре стоит одинокая нано седьмого уровня. У нее все еще есть пассивка, поэтому ультимейт не используем. Ждем, пока у нее сработает пассивка и добиваем ультимейтом. Давай пока поставим эту игру на паузу и ненадолго переключимся на другую, чтобы посмотреть вариант развития игры, когда вражеской команде удается нас зашатдаунить и, соответственно, получить возможность камбэка. И вот о чем я говорил, когда враги убивают нас первый раз, они получают много золота и во второй раз нас убить не составляет никакой проблемы. Соответственно, несмотря на наш дикий перефарм, в лейте получается равная игра. Естественно, мы все еще можем убивать вражеских героев, но это делать становится очень трудно, потому что они собирают магическую защиту. В этом случае действовать соло уже не выйдет, и нужно будет задействовать команду по полной. Если же мы начнем действовать соло, то, скорее всего, нас ждет поражение. Как вариант, можно попробовать сплитпушем пронести одну из линий, чтобы уничтожить главное здание, но при опытных оппонентах это сделать не так уж и просто. Если на защите будет один вражеский герой, его можно попробовать убить и вынести в главное здание, но если телепортируется вдвоем или втроем, то вариантов остается немного. Отступаем и подтягиваемся к своей команде. При этом иногда даже против опытных вражеских игроков зачастую будет получаться сплитпушить и выносить главное здание, обеспечивая себе победу. Возвращаемся обратно к нашей основной игре. Тут пока все идет по плану, мы пока еще не умирали, забираем Кармилу, а вместе с ней центральную башню. Это одна из самых главных башен в игре, так как она обеспечивает беспрепятственное перемещение по вражескому лесу и территории. Сверху Леомор забрал нашу Кими, они примерно равны по фарму, но против нас у него нет никаких шансов. Баданг понимает, что нужно нас срочно шатдаунить, вот только в одиночку он этого сделать точно не сможет. Меня всегда умиляли сообщения типа «Ооо, три на одного выиграли» или «Из кустов любой может сделать килл», как будто игровой механикой не предусмотрено, что можно устраивать засады, скрываясь в кустах, или сражаться не один на один. Хотя, возможно, такие сообщения просто-напросто дестабилизируют моральное состояние вражеской команды, и они начинают делать больше ошибок. Ну а мы пока проносим еще одну башню, счет 15-0-2, и практически все киллы нашей команде сосредоточены у нас. Баданг хотел, видимо, защитить эту башню, но влетел слишком поздно и дал нам еще одно убийство. На восьмой минуте появляется лорд, и сейчас было бы логично не забирать черепаху, дождаться лорда, и вместе с лордом уже принести вражескую базу. Поэтому пингуем на отступление от черепахи, Кимми, к сожалению, не понимает, пытаемся что-то написать, чтобы они отступили. Бесполезно, Кимми просто добивает черепаху, и теперь ждать еще две минуты до следующего появления лорда. Вот так соло-рейтинг выглядит на миф славе. Ладно, ничего не поделаешь, продолжаем фармиться, замечаем Мелиссу, используем на ней ультимейт, минус Мелисса, у нас было достаточно осколков, чтобы нанести ей критический урон. И пока враги не соберут магическую защиту, мы их сможем вот так легко убивать. Главное, следить за количеством осколков на ультимейте, если их 12 и более, можно ваншотать врагов. Но для этого, естественно, нужно находить цели, на которых можно нафармить из самой осколки. Начинаем уже проносить третью башню на центральной линии, Кормила пыталась ее защитить, и ее тут же убили. Ультуем в Леоморда, но осколков было всего 6, поэтому его ваншотнуть не удалось. По сборке у нас добавились божественный меч и священный кристалл. То есть мы идем в максимальную магическую силу без каких-либо защитных предметов, хотя один защитный предмет у нас скоро появится, и это будут кровавые крылья. Многие игроки на Эймоне собирают перо, но предмет кровавые крылья сейчас намного сильнее за счет того, что он увеличивает нашу скорость перемещения и добавляет выживаемость. Ну а чтобы хоть как-то компенсировать низкую скорость атаки, мы заменяем ботинки на магическое проникновение ботинками спешки. Наконец-то убили лорда, и вот так выглядит наша финальная сборочка. Естественно, это не единственный возможный вариант сборки. Вот еще пара вариантов с косой бедствия и пером. С этими предметами мы будем наносить больше урона с руки и меньше со скиллов. Если будешь пользоваться сборкой с пером, то сначала собирай арбалет. После него палочку гения и угодненный жезл, и только третьим предметом райское перо. Коса бедствия также собирается третьим предметом. Итак, мы забрали красный-синий баф, и вместе с лордом отправляемся на вражескую базу. Помним, что наша главная задача не умереть. Миссия провалена, но усиленная тележка делает свое дело, уничтожает базу и получает MVP в этой непростой игре. Вот так топ-1 Эйман в соло тащит катки. Если интересно посмотреть больше, переходи на его ютуб-канал, он будет рад каждому новому зрителю. Ну и естественно в чатике он сможет ответить на твои вопросы. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока!